Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После 9 утра. Личное утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире рубрика «Личное утро». Меня зовут Вадим Родионов. В гостях сегодня известный врач-психиатр Арель Резник Мартов. Здравствуйте. Доброе утро, Вадим. Это личное утро мы проведем в мужской компании. Оксана Антоненко нас покинула, но обещала вернуться вечером и в программе «Пятница» предстанет перед нашими радиослушателями, поэтому поговорим по-мужски сегодня. Давайте, наверное, начнем с вопроса, который хоть и банальный, но на повестке дня, наверное, все-таки сам важный. Как пришли в психиатрию? Да, в общем-то, несложно. То есть, осознанный выбор был или так получилось? Нет. Это был осознанный выбор. У меня родители, мама врач, папа журналист. Естественно, то, что видишь, я наблюдал быт веселой старой редакции советской молодежи, где внутри было очень весело, было много интересных людей, это было очень привлекательно. И была медицина, которую я видел через маму, а потом у меня появился отчим, который был врачом-психиатром, и я познакомился с психиатрией. У меня был выбор между журналистикой и медициной. Похожая история? Я думаю, что гены журналиста привели меня к психотерапии, где так много значит слова, все-таки. Мудрый папа сказал, сынок, захочешь писать, и так будешь писать, без образования, журналист. А врач это интересно. И я попробовал впервые, как сейчас помню, с моим отчимом, он работал психиатром на скорой помощи, я несколько раз еще мальчишкой выезжал с ним на дежурство. И меня это ужасно заинтересовало, потому что впервые соприкоснуться с психиатрией, увидеть больных людей еще в остром состоянии. То есть это с топорами, в момент агрессии и прочие такие вещи, о которых рассказывают. Топоры были позже, когда я уже сам работал на психиатрической бригаде. А тогда просто человек в психозе, который ты раньше слышишь или читаешь о людях, которые ловят чертиков. Тут ты его видишь, как он занимается этим делом. И это как-то стало интересно. Как-то начало просто экзотично и так далее. Я много разговаривал с отчимом, потом я поступил в институт. Пошел работать на скорую помощь. Сначала на обычную бригаду, потом перебрался на психиатрическую. Я постепенно понял, что, грубо говоря, то, что творится у людей на душе, мне куда интереснее то, что творится у них в кишечнике, в легких или еще где-нибудь. И первое соприкосновение к психиатрии – это несколько лет работы санитаром на психиатрической бригаде скорой помощи. Это разговоры с моим отчимом, который переехал сюда из России, одно время в Москве и был знаком с корифеями советской психиатрии, которые, как бы ее не было модно пинать впоследствии… Ну да, это отдельная тема. Но советская психиатрия была продолжательницей российской школы психиатрии, которая в свою очередь была продолжателем классической немецкой психиатрической школы, имела хорошие теоретические основы. Я проводил несколько лет на психбригаде, тогда же мне одного коллеги повезло одолжить пару томиков Фрейда 1920 какого-то года издания. Это было мое первое соприкосновение с психотерапией, на тот момент слегка обескураживающее, на неподготовленный мозг Фрейд действует странно. И чем дольше я работал, тем больше было ощущение, что психиатрия мне ближе всего. Мы добрались до цикла психиатрии постепенно, потом я пошел в научный кружок при кафедре психиатрии и так далее, и так далее. А чем интересна психиатрия? Вот, скажем, вы общаетесь с людьми, которые находятся в неадекватном состоянии, в состоянии острого психоза. Вот чем они вам интересны? Я думаю, что какие-то зернышки безумия, хаоса или психологического страдания заложены в каждом человеке. То есть абсолютно здоровых в этом смысле нет? Ну, потенциал есть у каждого, наверное. И это было как-то настолько интересно видеть эти странные переходы, когда человек начинает жить в какой-то другой параллельной реальности. И это действительно страдание. Беда с психиатрией в том, что над психически больными люди склонны шутить, посмеиваться. Это единственные больные люди, которых, не знаю, как сейчас, а раньше в прессе заголовки типа «преступник оказался психом» были частыми. И никто не думал о том, что это больные люди, чувства, которых надо беречь. И я видел, что это очень разный, очень широкий диапазон проблем. От каких-то тяжелых депрессий до психозов. И насколько различается заболевание, зависит от того, на какую личность оно накладывается. Потому что были люди с невероятно богатыми личностями, очень интересными. Но это же не секрет, что и писатели, и художники, люди с шизоидными чертами были крайне интересны. Это можно вспомнить Босха и, кстати, Сальвадора Дали тоже. Не знаю, был ли Босха таким. Кто-то сказал из классиков психиатрии, которые, кстати, отличались очень хорошим литературным слогом, в отличие от многих современников, которые пишут таким наукообразным слогом, они писали просто как хорошие писатели. Один психиатр, по-моему, Кречмор, сказал, что шизоидная личность похожа на старинные древнеримские виллы. За их серыми спокойными стенами в глубине темных покоев справлялись роскошные пиры и оргии. И это было интересно узнавать личность этих людей, интересно было им помогать, интересно было в этом работать. Потом следующий этап какой-то настал в моей жизни, когда я стал понимать, что кроме психиатрии есть еще и психотерапия. Когда понимаю, что есть люди, у которых вроде бы проблемы очевидны, назначать им лекарства, рука не поднимается. Во-первых, понимаешь, что лекарства, проблему приглушат, но не решат. Во-вторых, есть какое-то чувство, что здесь скорее с человеком нужно много и долго разговаривать, нежели лечить вам декоментозно. Это был следующий этап. До того я закончил психиатр. Психиатр, по-моему, был одним из лучших на сдачу экзаменов по психиатрии заключительного. И потом я в 8 лет проработал в психиатрической больнице. А были у вас встречи с пациентами, которые вы считаете знаковыми для себя? Которые вас обогатили или вы что-то открыли, которые оставили такой след? Я не могу вспомнить знаковых пациентов, но я помню, что были пациенты, происходящее с ними меня очень глубоко увлекало и вовлекало. Возможно, я находил какие-то отклики в себе. А что это были за пациенты? Были люди с тяжелыми депрессиями, но они переживали их очень богато. Они рассказывали о них так, что это задевало какие-то очень чувствительные струны. И иногда вдруг мелькает какое-то отражение собственного опыта. Я бы сказал, что это знаковые пациенты, но я бы сказал, что это пациенты, которые еще больше углубляют желание погружаться в эту профессию. И мало что сравнится с удовольствием от вида исцеленного, вылеченного человека. Причем, мне кажется, есть разница. Есть люди, которые, к сожалению, заболевают хроническим, психическим заболеванием. Ты понимаешь, что, к сожалению, их судьба – это периодические обострения, лечение, потом длительные ремиссии. И здесь в этой ремиссии как-то их можно поддерживать. А есть люди, у которых произошел какой-то тяжелый надлом, тяжелая ситуация в жизни. И у них депрессия, и даже психоз может возникнуть, как, как мне кажется, как некая защитная реакция. Человек настолько перестает переносить эту реальность, что он уходит в психоз, как в некий параллельный мир, чтобы переживать о чем-то совершенно другом. А что чувствует человек, который находится в состоянии, допустим, острого психоза? Он как воспринимает действительность? Человек в состоянии острого психоза может чувствовать себя совершенно по-разному. Потому что психозы очень разные. Ну, ему рисует, условно, так упрощу сейчас, в голове какая-то абсолютно другая картинка. То есть он живет в Риге, но видит Нью-Йорк. Я сейчас специально упрощаю ситуацию. Нет, так, конечно, нет. В свое время был знаменитый популярный фильм «Игры разума». Про Нобелевского лауреата. Да. Но то, как это описывалось там, это не происходит. Потому что снимать какие-то зрительные галлюцинации – это, простите за тофтологику, а зрелищнее, чем слуховые галлюцинации, которые чаще и бывают. То есть ограничиваются голосами, да, так называемые? Да, галлюцинации, псевдогаллюцинации, так называемые и так далее. Есть люди, у которых возникает искреннее ощущение, что они вдруг становятся фигурой какого-нибудь планетарного, космического масштаба. Это комплекс Наполеона, да, о котором вот тоже такой разгаренный в фильмах и так далее. Нет, это не комплекс Наполеона. Человек ощущает, что он почему-то оказался в центре каких-то событий вселенского масштаба, что какие-то силы пытаются с ним бороться, что от него очень многое зависит. И, наверное, это страшно, но люди, я думаю, переживают очень интересные моменты в своей жизни. То есть человеку может быть комфортно в этом состоянии? Человеку может быть комфортно, когда его состояние окрашено еще и в эмоциональные тона. Есть просто бредовые системы, а есть еще, когда они накладываются на или депрессивный фон, или то, что называется маниакальный фон. То есть маниакальный фон – это чрезмерная приподнятость. Это ощущение своей силы, всемогущества, некритичное, уверенности в себе. Когда человек чувствует свое бесконечное величие, даже в этот момент он наслаждается жизнью. И в этом есть некий минус. Человек в депрессии понимает, что ему плохо, начинает искать помощь. Человек в таком состоянии, он велик, он управляет мирами или, как минимум, большими массами людей, от него многое зависит, и лечиться ему совершенно не хочется. – Что касается маниакального состояния, есть, опять же, стереотипное восприятие этой ситуации, что человек в маниакальном состоянии обязательно причиняет вред преимущественно сексуального характера другому человеку. – Нет, это слово «маньяк», которое все так любят, оно к диагнозу… Ну, раньше называлось «маньякальный депрессивный психолог», сейчас называется «биполярное аффективное расстройство». Но человек совершенно невзятым не является маньяком. В общем, маньяки, серийные убийцы и так далее – это совершенно другая история. – Но это тоже из области психиатрии. – В какой-то степени, да, но серийных убийц чаще всего признают вменяемыми. Если человек убивает кого-то исключительно по бредовым мотивам, уверение голосов или какие-то сложные бредовые конструкции – это одно. А человек убьет, осознает, что он просто хочет убивать – это другое. И такие люди чаще всего признаются вменяемыми и отвечают по всей строгости закону. – То есть профессиональные киллеры, нельзя сказать, что у них всех зафиксирована какая-то психологическая патология? – Я думаю, что у них зафиксирована. Чтобы она была зафиксирована, надо, чтобы кто-то ставил диагноз. Но я думаю, что человек, который на профессиональной основе убивает людей, с его психикой явно что-то не так, но это не обязательно делает его невменяемым. – Давайте прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся и продолжим. В личном утре сегодня врач-психиатр Ариэль Олезник Мартов. Не переключайте. – Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио «Болткома» после 9 утра. – Личное утро. – Ну, мы продолжаем в эфире программы «Утро на Болткоме». Рубрика «Личное утро». Ариэль Олезник Мартов, известный врач-психиатр, гость нашей студии. Сегодня еще раз здравствуйте. – Еще раз. – Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, а также пишите в видеочате на портале mixnews.lv. И у нас есть звонок. Эту часть программы начнем со звонка. Одевайте наушники. Здравствуйте, господи, пожалуйста. – Доброе утро всем. – Доброе утро. – Я, конечно, не столько личного плана хотел бы задать вопрос, поскольку и в первой части вы больше касались таких более профессиональных сторон психиатрии и всего прочего. Скажите, вот ваше... А, начну с того, что многие, как у нас в стране, так и, наверное, в других странах по миру, считают, что если мужчина способен полюбить мужчину, то это наверняка должен быть пациентом подобного рода специалистов. Скажите, пожалуйста, вот ваше личное отношение к этому, если не считать, что любой человек там может иметь психиатрические заболевания, в общем, гомосексуальность в его чистом виде, так, если можно сказать. Прокомментируйте, пожалуйста. – Спасибо. – Моё личное мнение, что всё, что происходит между двумя и более совершеннолетними людьми в постели, это их личное дело. Если всё это происходит по их обоюдному согласию, не причиняет вреда никому, не кончается убийствами и тому подобными вещами, это личное дело каждого и вреда никому не приносит. ставить, может ли кто-то из этих людей быть моим пациентом? Может, но только в том случае, если он сам ощущает, что на душе у него чего-то плохо, он ощущает некую неуверенность в своём выборе или чувство вины, или ещё что бы то ни было, и приходит ко мне за помощью. Не потому, что он является носителем какой-то страшной патологии, а потому, что ему плохо на душе, почему ко мне приходят и все остальные мои пациенты самого разного возраста, пола и сексуальной ориентации. Я считаю, что гомосексуальность не является ни в коем случае клеймом и страшной печатью на человеке. Как в советское время и советская психиатрия относилась к гомосексуалистам? В советское время психиатрия считалась болезнью. Все они хуже меня знают, что юридически это тоже не поощрялось. Уголовное дело грозило за это? Да. Ну, я как-то ни разу не встречал в жизни людей, которых настигло уголовное дело за гомосексуальность. Гомосексуалисты были. Они, правда, наверное, старались вести куда более скрытный образ жизни, чем сейчас. Но я бы за свои годы работаю в больнице, не помню никого, кого лечили бы за гомосексуальность. А как лечили, кстати, в советское время? Или пытались лечить гомосексуалистов? Какие методы применяла советская психиатрия по отношению к этим людям? Я, честно скажу, не знаю. Потому что, еще раз скажу, в больнице ни разу не видел кого-то, кого лечили бы от гомосексуальности. Возможно, пытались лечить на уровне рациональной психотерапии переубеждения. Вряд ли это пытались лечить медикаментозно. По крайней мере, такие случаи неизвестны. Поэтому, наверное, это не поощрялось, но чтобы всех гомосексуалистов немедленно везли в психиатрическую больницу лечиться, мне на глаза такого не попадалось. Насколько эффективна сегодня психиатрия? Можно ли вылечить такие заболевания, как шизофрения и так далее? Вылечить их совсем, наверное, нельзя на сегодняшний день. Но на сегодняшний день современный арсенал медикаментозных средств позволяет лечить с меньшим количеством побочных эффектов. Кроме того, лечить шизофрению нельзя, на мой взгляд, только медикаментозно. Но чтобы лечить ее, не только медикаментозный человек получал после больницы. И помимо лекарств очень большой комплекс социальной реабилитации, психотерапия, арт-терапия и еще очень много разных вещей. Это все требует немалого количества денег. И под силу это в основном богатым странам. Но я знаю, что в нашей больнице тоже есть различные поддерживающие способы помимо медикаментов. Но на сегодняшний день шизофрения все еще остается серьезным заболеванием, хроническим, которое до конца излечить невозможно. Но очень различается в зависимости от формы шизофрении. Есть более благоприятные формы течения, есть менее благоприятные. Но те лекарства, которые были когда-то раньше, давали или постоянную сонливость, или очень сильную прибавку веса и другие побочные эффекты. Сейчас много современных препаратов, которые позволяют лечить более щадящим образом. То есть эти люди, может быть, это не совсем корректно, они могут чувствовать себя полноценными? Да. Есть люди, у которых существует полноценная ремиссия между обострениями. И в этом обострении человек может работать, в этом обострении человек может продолжать жить со своей семьей. И так далее, и так далее. То есть шизофрению не надо воспринимать по книжкам и фильмам, где пытаются показать, что они такое пугающее. Болезнь, да, бывают те формы, когда люди становятся агрессивными, или очень тяжело переносят обострение. А бывают формы, когда человек сохраняет работоспособность. Где-то недавно была статья о женщине, которая, будучи больной в шизофрении, получила высшее образование, стала профессором, и так далее, и так далее. При этом, продолжая принимать лекарства, она описывала такой нелегкий у нее путь, как она пыталась, как это делают большинство заболевших людей, отказаться от лекарств. Понимала, что это невозможно, сколько это было мучительно. Но тем не менее, тем не менее. И, кстати, вот мы уже упоминали фильм «Игры разума». Один из американских ученых тоже страдал шизофренией, и при этом стал Нобелевским лауреатом. Да, насколько я помню, стал Нобелевским лауреатом за работу, которую он писал очень давно. Но тем не менее, я думаю, что у больных людей при условии хорошей социальной программы для реабилитации и хорошего лечения очень большие шансы оставаться с охранными в обществе. И это общество должно быть богатым и процветающим, желательно. Вы когда-то, вам приходилось сталкиваться с какими-то экстремальными ситуациями при общении с больными? Экстремальные, что вы имеете в виду? Ну, на вас пытались напасть, например, пытались укусить, пытались зарубить топором или так далее? Нет, ну, когда я работал санитаром на психиатрическом ряде скорой помощи, когда мы приезжали, и человек бывал в обострении, бывал очень агрессивен и бывал вооружен чем-нибудь, то, конечно, приходилось максимально щадяще для него, но без самопожертвования, применять какие-то силовые методы для того, чтобы его обезоружить и доставить в больницу. То есть вас этому обучали? Нет, никто не обучал. Или жизнь научил? Никто этого не обучал, все приходили с кем-то своим. Но все, которые шли работать в психиатрическую бригаду, понимали, что у тебя есть риск на вызове столкнуться с очень неприятной ситуацией. Должен был сам понимать, готов ты к этому или нет. То есть вы обошлись без увечий, да? То есть никаких таких серьезных проблем? Муж миловал увечий и никаких ненавистий, даже синяка не получил. Давайте еще звонок примем, одевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Вопрос у меня такой. В Риге и, по-моему, даже в Латвии очень сильно сократились места психиатрической больницы. По-моему, там частично даже закрыли эту больницу. Но ведь больных людей, к сожалению, меньше не стало. И вот сейчас мы наблюдаем такую ситуацию, что, возможно, человек не настолько агрессивен, не настолько опасен, чтобы кого-то убить, но явно неадекватен, явно ведет себя достаточно странно. Мы видим людей, которые там заполняют свои квартиры доверху мусором. Мы видим какие-то еще странные проявления. Но вылечить, полечить даже этого человека фактически невозможно. Сами они к врачу отказываются идти категорически. Видимо, всех советских времен боятся вот этого слова «психиатрия». «Да, это ужас, у меня психушку хотите засунуть». И полноценной жизни, даже нормальной жизни он не живет. Страдает он, страдают его окружающие люди. Но постулат о том, что свобода человека не хочет, не идет. Никто его не заставит. Где вот эта грань, когда все-таки, наверное, нужно человека заставить пойти к специалисту? Спасибо за ваше мнение. Принутительное лечение. Ну, что вам сказать по этому поводу? Как-то раз, год назад или сколько, был эпизод, когда психически больные люди, больше был один или два случаев, нападали на людей. И кто-то из журналистов... Болойная одна из историй. По-моему, да. И кто-то из журналистов меня, я бы даже сказал, гневно спросил, куда смотрит психиатрия, куда смотрят психиатры, почему вы не предприняли мир? Как так получается? И я, будучи человеком спокойным, слегка потерял душевную равновесие, спросил, голубчик, а вы о чем все писали в 90-е годы? Вспомните, как вы писали про карательную психиатрию, про злодеев-психиатров, которые только и делают, что хватают невинных людей, привязывают их к кроватям и начинают колоть страшными лекарствами, делая их овощами, инвалидами. И еще кем-нибудь. Да, электрошок, который все пишут, что это карательная мера. Хотя электрошок используют в крайних случаях, при тяжелых депрессиях, не поддающихся медикаментозному лечению, при некоторых поршизофрении. Человек во время электрошока ничего не чувствует. Поэтому, ну, знаете, всем, когда ты ударил током, значит, ты мучаешь человека. Ну, картинки довольно страшные. Человек, который в конвульсиях. Ну, страшно, как эпилактический припадок, да. Так вот, где вы все тогда были? Все писали. Психи, психушка, злодеи-психиатры, замученные диссиденты просто такими вагонами. Теперь скажите спасибо сами себе. Потому что теперь у нас все психиатры, и я их понимаю, потому что как огня боятся того, что на них опять повезет ярлык карательной психиатрии, у нас есть законодательство, очень строгое. Человек может быть принудительно, помимо своей воли, госпитализирован, только если он представляет очевидную опасность для окружающих или для себя. Если эта опасность не доказана, если у него дома валяется хлам, как говорят, или еще что-либо, он ходит разговаривать сам с собой, общается с инопланетным разумом, и еще что-нибудь – это его глубоко личное дело. И пока не доказано, что его стиль жизни угрожает его непосредственному жизни и здоровью, или окружающим, никто не имеет права его оставить в больнице хоть на какое-то время. Ваши дети пошли по вашим стопам? Мои стопы – вещь такая неоднозначная. Я считаю, как я уже говорил, помимо психиатрии, в большой степени перешел на психотерапию, а это очень гуманитарная сфера. Это из серии «Вы хотите поговорить об этом», да? Можно сформулировать и так, но в принципе, чтобы поговорить с кем-то, нужно иметь, на мой взгляд, хороший культурный, гуманитарный, какой-то бэкграунд, что называется. То есть, чтобы разговаривать со своим пациентом, приходя к тебе на терапию, ты должен быть, как минимум, не глупее его. У вас должны быть какие-то общие вещи. Ты, по идее, должен понимать, что он читает, какие его ценности. То есть, он должен знать книги, которые он читает, фильмы, которые он смотрит, и еще много всего. Все говорили на одном языке. И мои дети, старший, ближе всего подошел мой старший сын, который учился, правда, не на врача, а на психиатра, потому что учился на психолога по поводу психотерапии. Он учился в Англии, вот сейчас он закончил, стал бакалавром, год проработал, и сейчас он начинает учиться на магистратуре. И, насколько я понимаю, ему действительно нравится то, что он делает. Он в это погружен и увлечен. Он работает сейчас с больными людьми, и он явно неравнодушен к ним и к происходящему. Это очень важно, потому что если ты не жалеешь людей, и тебе безразличие, что с ними происходит, тебе в медицине делать нечего, и в психотерапии в том числе. А как же эмоциональная привязка, точнее, отсутствие эмоций? Вот как говорят хирурги, мы не можем пропускать это через себя. Мы относимся к травмам и к какому-то человеку, который поступил на операционный стол. Вот есть задача – спасти ему жизнь. Эмоции отключаются полностью. В психиатрии по-другому всё? Ну, в психиатрии по-другому, потому что хирург работает с плотью, а мы работаем с эмоциями, с мыслями, с тем, что человек чувствует и думает. И, конечно, не пропускать полностью через себя и не быть равнодушным – это разные вещи. Всё, чувствуешь своего пациента, при этом ты отслеживаешь, что ты чувствуешь, и чувства на тебя вызывают. Это тоже помогает во многом его понять. То есть защитный механизм у вас какой? Вы же не можете взять на себя душевную боль всех своих пациентов? У меня нет задачи забрать на себя всю душевную боль. Я не болеприёмник. Моя задача – их понять. А понять, чтобы понять, её, наверное, надо во многом хорошо прочувствовать. И поэтому я думаю, что я не беру на себя всю боль, хотя есть моменты, которые действительно очень эмоционально задевают, потому что есть совершенно мрачные истории о том, что люди перенесли в своём детстве, о том, что родители делают своими детями, не будучи маньяками, насильниками и так далее. Хотя бывают и такие. У меня даже когда-то от всех этих историй где-то в голове родился сюжет романа, кто никогда так и не напишет, детективного, где психотерапевт убивает родителей своих пациентов. – Возникало такое желание, на самом деле? – В смысле? – У вас? – Нет, желание не возникало, но я могу себе представить, какие сильные негативные эмоции таким людям можно испытывать. Мы отклонились. Мы говорили о моих детях. Так вот, сын мой пошёл по этой сфере. Дочка старшая, учится на социальной антропологии и китаистике. Социальная антропология тоже сфера, имеющая отношение с психотерапией, потому что, работая с людьми, знать какие-то антропологические основы отдельных народов и так далее, это очень важно. Ну, а младшая дочка, если считать, что пойти в первый класс, пойти по моим стопам, то она только что это сделала. – Давайте ещё один звонок под занавес эфира примем. Здравствуйте. – Говорите, пожалуйста. – Добрый день. – Добрый. – Я вот слушаю вашу передачу. У меня в семье, я очень знаком с этой психиатрией, у меня в семье больной человек. И вот я бы хотел бы такую вот, вот одна женщина звонила и говорила, что люди, ну, как бы, ну, в мой смысл свойство к тому, почему бы государство не, ну, хотя бы раз в месяц не приезжало бы к этим, но они всё-таки на учёте эти больные, да, и смотрела на их состояние. Они же фактически бросаны. Если вот родители или близкие за ним не смотрят, да, он фактически как бы, ну, закручивается и в стопор уходит, да, а коррекции нет. Ну, а если вот брать, как бы, ну, в наём частным образом, да, психиатра, то это будет стоить уже, ну, очень больших денег, как говорится. Вот на эту тему, как бы, почему не проверяют их на дому, там, по месту проверяют, ну, хотя бы раз в три месяца приезжал бы какой-то специалист и оценивал, адекватен человек, неадекватен. Спасибо. – Спасибо. Такой участковый психиатр. – Ну, я думаю, что это скорее вопрос не к психиатрии, а к государству, к Минздраву или к Минблагу и финансированию медицины. То есть для того, что вы описываете, нужны деньги. То есть нужны люди, нужны социальные работники, которые могут приезжать. Кстати, не факт, что их впустят к такому человеку домой. Человек имеет полное право сказать, я вас не хочу пускать к себе, всем уходите, и никто не может вас заставить открыть дверь. Поэтому это вопрос в первую очередь финансирования, и это надо обращаться куда-то в другие сферы. Но есть еще одна важная вещь. На сегодняшний день, вот когда я заканчивал институт, это было 6 лет института и 1 год интернатуры, после чего ты становился врачом-специалистом и работал. Сейчас это те же 6 лет института, если не ошибаюсь, и 3 или 4 года резидентуры. Человек должен потратить около 10 лет своей жизни. Из них энных 6 лет надо платить, и немало за свое образование. И на выходе получается странная вещь, потому что он выходит, столько лет потратив, и получает зарплату, ну, какого-нибудь среднего менеджера, который потратил на свое образование. 4 года не отвечает за человеческие жизни. Его, если что, они начинают таскать по врачебным комиссиям, что ты слышал ошибку, и ответь за это. На него не поддают в суд, и так далее, и так далее. То есть на Западе люди, проходя этот путь, выходя, сразу получают какую-то стартовую зарплату, где они понимают, за что боролись. Требовать, чтобы наши институты выпускали огромное количество идеалистов, для которых неважны деньги, в содержании своей семьи было бы странно. Поэтому, во-первых, в нашей стране, мне кажется, должно уменьшаться количество выпускников мединститутов, потому что потратить 10 лет ради сомнительной оплаты не каждый готов. А те, кто заканчивают, пользуются большой популярностью в Германии, в скандинавских странах, в других местах, потому что врачей везде не хватает. Я думаю, что это вопрос не только психиатрии, а вопрос отношения к медицине в целом, потому что, если так пойдет, еще эннека. Уже сейчас во многих больницах, говорят, что не хватает врачей. А в глубинке так тем более. И через какое-то время нам придется их откуда-нибудь завозить. Из Индии или еще откуда-нибудь. И последний вопрос, очень коротко. У вас никогда не было желания уйти в какую-то другую сферу? То есть, никогда не разочаровывались своим выбором профессии? У меня были сомнения, когда это были 90-е годы, когда я закончил институт, а тут все рухнуло. И я оказался с врачебной зарплатой на руках, на которую даже себя одного прокормить как-то было бы сложно, а у меня была жена и двое детей. И это было нелегко. И у меня мелькали мысли, что надо может податься куда-то в бизнес или еще что-то, или еще что-то. Но как-то медицина одна из самых осмысленных профессий на Земле. Ты, тебе приходит человек, которому плохо, ты ему помогаешь, и он перестает страдать. Ему становится или как минимум неплохо, или становится хорошо. И у него появляется выбор в жизни, будущее и перспективы. И это ощущение, что ты работаешь не зря, наполняет жизнь смыслом. Мне в этом плане с профессией очень повезло. Поэтому я рад, что я в свое время избежал этих искушений. Кто-то из моих коллег ушел в бизнес, и многие в него потом... Многие потом недавно начали возвращаться в медицину. Я как-то эту стадию метания миновал. И на сегодняшний день очень рад, что у меня есть моя работа, потому что если у человека есть какие-то киты в жизни, на которых его мир держится, то моя работа это очень большой кит. Спасибо. В программе «Личное утро» был известный врач-психиатр Резник Мартов. Я с вами не прощаюсь. Вечером встретимся в программе пятница, а нашему гостю говорим до свидания, до новых встреч. Всего доброго. Всего доброго и до встречи.